Здравствуйте, еще раз. Добрый день. Внимание на экран. Открываем тетради, кидаем времени, записываем тему урока. Тема звучит «Народный фронт во Франции. Гражданская война в Испании». Тема большая, как вы видите. Просмотреть нужно будет много событий. Пока вы записываете, пока вы собираетесь, два слова о домашнем задании. Значит, домашнее задание, вот я вот сейчас как рассмотрю, да, журнал. Не все сдают, да, из каждого класса АБВ, да, работу сдали только человек 5-6. Имейте в виду это. Значит, вы уже видели, я прислала оценки классным руководителям, да, вы уже видели, да, как выглядят ваши оценки, да, то, что вопросиком, ребята, да, если вы в ближайшее время не сдадите, это домашнее задание, будет оценочка 2. Вот. Поэтому я заведую вам поторопиться, потому что чем дальше, да, так, тем ниже оценка. Да, сегодня уже 22 октября, да, домашняя работа некоторых не сдана. Да, 8 октября. Естественно, оценка будет намного ниже. Вот. Значит, давайте устанавливаем сроки, да, давайте сегодня, завтра, пожалуйста, пришлите домашнюю работу за эти числа. Вот. Боюсь, что послезавтра уже вам нужно будет работать над новым домашним заданием. Поэтому времени у вас не так уж много. Как вы заметили, да, домашние задания небольшие, да, несложные. Вот. Я не думаю, что что-то может вызвать затруднения. Надеюсь, насчет домашнего задания вам все ясно? Отлично. Значит, я уже повторяю, сейчас скажу сегодня, завтра. Послезавтра будет уже другая работа. Пожалуйста, учтите. Так, ну и переходим к изучению новой темы, да. Так, и еще одно. Опорный конспект никто не отменял. Из всех трех параллелей опорный конспект не присылает всего лишь два человека. Опорный конспект является исправлением, да. Значит, у кого есть двоечка, да, оценка закрывает эту двоечку. Кому-моему, все очевидно. Если есть желающие, конечно. Так, опорный конспект, напоминаю, значит, присылается после урока, потому что у нас как раз история, последний урок, да, четвертый. Вот, можете прислать. Ну, часов шесть, конечно, это уже не опорный конспект. Ну, начнем. Итак, глядя, да, поднимем вас немножко. Итак, цели задачи, значит, нужно сформировать представление о народном фронте во Франции, да, и о гражданской войне в Испании, и научиться выделять главное в исторических событиях. План урока записываем. Особенности кризиса во Франции. Угроза фашизма и Народный фронт во Франции. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Так, значит, мировой кризис 1929-1932 годов затронул и капиталистические страны с развитой демократии, такие как Великобритания и Франция. Однако степень его остроты и последствия были иными, чем США и Германии. На картинках мы видим, как живут люди во Франции в 1929-1930 годах. Франция в экономическом отношении меньше пострадала от кризиса, чем Германия и США. В 1920-е годы ее экономика подпитывалась репарациями и Германии. Как мы помним, да, Германия выплачивает Франции репарацией. Особенность кризиса во Франции. Особенность политической жизни Франции состояла в существовании множества партий. Ни одна из них не могла рассчитывать на получение большинства парламента. Консервативные партии поддерживали промышленники и финансисты, католическая церковь. Коммунистическая партия оформилась в 1920-е годы и входила в Коминтерну. Социалистическая партия стояла на платформе социального реформиза. Радикальная партия, опиравшаяся на мелкую буржуазию, сочетала социалистические и либеральные идеи. Как видите, во Франции очень много партий. Правительства формировались лишь на основе коалиции несколько партий. Однако из-за идейных разногласий и конфликтов между лидерами коалиции быстро распадались. Отсюда частые перемены в составе правительств. Методы борьбы с кризисом стоились на вмешательстве государства в экономику, которая во Франции называлась дирижизмом. Правительство предоставило субсидии крупнейшим банкам и железнодорожным компаниям. Металлургические, военные и химические предприятия получили налоговые льготы и государственные заказы. Многие заводы выполняли работы по строительству укреплений на границе с Германией, названных линией Мажино по имени военного министра Франции. Мажино – это система укреплений. Продолжаем рассматривать особенности кризиса во Франции. Вследствие принятых мер, кризис во Франции носил специфический характер. Резкий спад производства произошел в легкой промышленности, особенно в секторе, выпускавшем традиционные для Франции предметы роскоши. В тяжелой военной промышленности спад был незначительным. Безлоботица не превысила 10% общего числа занятых. Средняя покупательная способность населения упала примерно на треть, что вызвало кризис в перепроизводстве в сельском хозяйстве. Стремясь преодолеть его, правительство ввело повышенные таможенные пошлины на ввоз аграрной продукции и установило минимальную цену на пшеницу, запретило расширять посевные площади. Экономический кризис оказался наиболее тяжелым испытанием для сельских хозяев, владельцев мелких и средних предприятий в сфере торговли и обслуживания. Разочарованные в основных политических партиях, эти слои населения стали питательной следой для подъема фашистского движения. Кто мне скажет, родина фашизма? Какая страна стала родиной? Далее, абсолютно верно. Мы сейчас рассматриваем фашизм во Франции. Как его встретили там? Итак, угроза фашизма и народный фронт. Фашистское движение во Франции не было единым и не имело лидеров общенационального масштаба. Его программа ограничивалась требованием установления режима твердой руки и решения социальных проблем. Неустойчивость политического положения во Франции после кризиса привела к активизации фашистского движения. Поводом для фашистских преступлений в Париже в январе-феврале 1934 года стал политический скандал. Он был вызван разоблачением крупных чиновников, причастных к коррупции. Фашисты устроили демонстрацию в Париже, но она была разогнана полицией. У властей возникли опасения, что фашисты могут захватить парламент и установить свою диктатуру. Коммунисты и социалисты в 1934 году пошли на создание фронта антифашистских сил, подписав пакт, договор, о единстве действий в борьбе с фашистской угрозой. Они начали проводить митинги и манифестации в защиту демократии. Под давлением левых партий в 1935 году вступил в силу закон, запретивший деятельность военизированных фашистских организаций. Накануне парламентских выборов в 1936 году была выдвинута единая программа Народного фронта, поддержанная коммунистами, социалистами и партией радикалов. Внимание в ней концентрировалось на решении социальных задач. Народный фронт – это политический союз, как правило, объединяющий левые и левоцентрические силы социал-демократов, коммунистов, радикалов для противостояния правым и ультаправым. На выборах в 1936 году партии Народного фронта одержали убедительную победу. Лидер социалистической партии, имевший наиболее число мест в парламенте, Леон Блюм возглавил правительство Народного фронта. Увидите его перед собой. Программа Народного фронта. Политическое ее участие. Значит, требования распуска фашистских лиг, требования полной свободы печати, требования профсоюзных свобод, требования светского обучения, создания коллективной безопасности в Европе. В начале 1937 года Народный фронт столкнулся с серьезными трудностями. Увеличение государственных расходов на социальные нужды вызвало дефицит бюджета. Уровень жизни трудящихся стал падать. Это привело к активизации забастовочного движения. В сложившихся условиях Народный фронт стал терять доверие масс и в 1938 году распался. Народный фронт имел большое историческое значение. Его главной заслугой была успешная борьба против фашизма. Он обеспечил сохранение и расширение демократических свобод, принес реальное улучшение жизни французским трудящимся. Огромное значение имело социально-экономическое законодательство Народного фронта, которое тогда было лучшим из всех крупных промышленно развитых стран. Итак, мы с вами видели, да, что фашизм во Франции не приняли, в отличие от Италии и Германии. Там он не прижился. Победа Народного фронта и франкинский мятеж в Испанию. Переносимся с вами в Испанию. Первое крупное международное столкновение сил фашизма и демократии произошло в Испании. В этой стране еще в 1931 году пала монархия. Но республиканские власти не сумели провести социальные реформы, которых ожидал народ. Крестьяне не получили земли, тяжелым оставалось положение рабочих. В стране продолжало праведнее и подконтрольное народу чиновничество. Не добившись проведения реформ, из правительства вышла Испанская социалистическая рабочая партия во главе с Ларго Кабальеру. Это ослабило либеральное правительство, потому что за социалистами шли сотни тысяч рабочих. К власти пришли консерваторы. В 1934 году рабочие нескольких регионов страны, доведенные до отчаяния тяжелыми условиями труда, начали всеобщую забастовку, которая в нескольких районах переросла в вооруженное восстание. Разрозненные выступления были подавленными войсками под командованием генерала Франсиска Франко. Урок неудачного вступления доказал левым, что необходимо объединиться. Социалисты, коммунисты и левые либералы создали Народный фронт уже в Испании. В феврале 1936 году он победил на парламентских выборах. Напоминаю, Народный фронт – это коалиция левых политических сетей. Это имблема. Правительство Народного фронта освободило политических заключенных, гарантировало гражданские свободы и разрешило забастовки. Испания раскололась на два лагеря – сторонников радикальных форм, входивших в партии Просоюза Народного фронта, и тех, кто противился разрыву с прошлого. К последним примкнули испанские фашисты, называли фалангисты, считавшие, что в стране необходимо устроить диктатуру, подавить рабочее движение и провести преобразование по итальянскому образцу. Много сторонников диктатуры было среди генералов и офицеров. Летом 1936 года военные противники Народного фронта подняли фашистский мятеж. Его возглавил генерал Франко. В стране началась гражданская война. Во многих городах, в том числе в Мадриде и Барселоне, тяжелые военные со всех сторон были окружены вооруженным народом милиции и вынуждены были сдаться. Основные силы франкистов были блокированы в республиканским флотах в испанской колонии Марокко. В этот критический для мятежников момент руку помощи им протянула Германия и Италия. Франко получил оружие, а через некоторое время корпус итальянских добровольцев, германскую авиацию с пилотами. Фашистская интервенция помогла франкистам перейти в контрнаступление. Война затянулась. Франко был провозглашен главой государства, диктаторскими полномочиями, каудильей. Его армия развернула наступление на Мадрид. С началом гражданской войны в Испании началась социальная революция. Власть перешла к созданным на местах Советом и Комитетом Народного фронта. По инициативе анархосиндикалистов рабочие стали захватывать предприятия, а крестьяне – земли. Крестьяне объединялись в коллективы и начали трудиться совместно. Преобразования проходили при поддержке нового правительства Ларго-Кавалера, созданного в сентябре 1936 года. Тем временем, оправившись от первых неудач и вооружившись, франкисты начали наступление на Мадрид. В Испании почти не было военной промышленности, а оружие можно было купить только за границей. Но страны Запада, приверженные идеей умертворения, объявили о политике невмешательства в гражданскую войну и отказались продавать оружие республиканцам. Они попросту боялись, что и у них будут революции. Вскоре, после начала войны, участие в ней приняли другие государства. Поддержку франко оказывали Германия и Италия. Режимы Гитлера и Муссолини были идейно близкими тежникам. Поддержка оказывалась как поставками вооружений, так и участием в войне, боевых подразделений. А республиканцев активно поддерживал СССР. Также на стороне республиканцев сражались так называемые интернациональные бригады. В 1937 году стало явным военное превосходство франкистов. Их армия была более монолитной и дисциплинированной, в то время как среди республиканцев было множество внутренних конфликтов. Одним из успехов правых стало падение страны басков, которые, стремясь к независимости, в целом поддерживали республиканцев, предоставивших баскам автономию. Также франкисты заняли такие испанские рионы, как Арагон и Астурия. Известным эпизодом этого периода войны стала бомбардировка баскового города Герники, немецкая авиация, в результате которой город был практически полностью разрушен. Это хорошо было видно на вот этой картине. которая называется Герника. В 1939 году, в январе, франкисты фактически без боя берут главный город Каталонии, Барселону. А в марте Мадрид. Испанскую столицу. Окончанием войны считается 1 апреля 1939 года. А вот здесь, обратите внимание на карту, город Герника. В результате гражданской войны в Испании сложился диктаторский режим генерала Франко, опиравшийся на единственную легальную политическую партию, испанскую фалангу. Этот режим просуществовал вплоть до смерти Франко в 1975 году. И домашнее задание. Значит, параграф номер 11, страница 106. Читать. А ответить на вопросы нужно будет письменно. Значит, первый вопрос. Почему мировой экономический кризис во Франции оказался менее острым, чем в США и Германии? Вопросов в книге нет. Вопросы здесь на слайде. Второй. Какие меры предприняло правительство Франции для преодоления кризиса? Вы должны будете перечислить их несколько. То есть ответ должен состоять не из одного предложения, да? А как минимум хотя бы из пяти. Ну, если у кого-то есть, что дополнить, почему бы нет? Третий вопрос. Какую роль в борьбе с фашистской угрозой сыграл Народный фронт? Мы уже с вами знаем, что такое, да, Народный фронт. И почему именно его опыт имел большое историческое значение? Кто внимательно слушал, да, я на уроке об этом уже говорила. И четвертое. Какая была выгода странам, оказавшим помощь конфликтующим сторонам в гражданской войне в Испании? О каких странах идет речь? СССР, это с одной стороны, с одной стороны, Италия и Германия. Абсолютно верно. Третьи страны, да, вмешались. Значит, вы должны прислать мне все классы домашней работы на этой неделе. Пожалуйста, в воскресенье. Все классы. Повторяю. Урок окончен. Всем спасибо за внимание.